из наслаждений жизни одной любви музыка уступает но и любовь мелодия читал александр сергеевич пушкин здравствуйте сегодня расскажу о книгах в которых музыка полноправный герой повествование можно даже составить плейлист литературный дебют патрика зюскин да контрабас челябинцы могли не только прочитать но и увидеть в нашем городе с моноспектаклем гастролировали константин райкин и константин хабенский это монолог оркестрового музыканта который уподобляет себя своему инструменту у него никогда нет сольной партии но он мечтает заявить о себе например сорвав концерт современный маленький человек и его взаимоотношения с недружелюбным миром и конечно герой катком проходится едва ли не по всей классической музыке а заодно знакомит нас не только с хрестоматийными шубертом и моцартом ну и например с австрийцем карлом гиттерсом фон гиттерсдорфом я таком композиторе до зюскин да признаться даже не слышал одно время производители компакт дисков штамповали мураками саундтрекс сборники композиции упоминаемых в романе и японского писателя и это исключительно западная музыка второй половины прошлого века возможно и поэтому на родине к харуке мураками относятся со скептицизмом слишком западный а в россии любят в частности роман об одиночестве и рутине dance 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 в котором именно музыка играет важную роль переводчик дмитрий коваленин объясняет секрет этого романа так мураками наконец удалось соединить восток и запад философию дзен и джазовую импровизацию действия романа иронично в англичане на нико хорнби хай фай происходит в 80-е главный герой 35-летний уволень бывший диджей а ныне продавец музыкальном магазине обожающий составлять кассетные сборники или как теперь говорят микстейпы это смешная и печальная остроумная трогательная местами циничная история меломан от которого ушла любимая девушка этакий мужской вариант знаменитой бриджит джонс и до подборка песен упоминающихся в книге просто замечательно если и музыка нас оставит что будет тогда с нашим миром задавался вопросом николай васильевич гоголь этим же вопросом задается и герой нового романа евгения водолазкина брисбен эта история виртуозного гитариста который мало-помалу теряет способность играть и ищет новую точку опоры вспоминая прошлое детство украина русская семья музыкальная школа сперва по классу домбра затем гитары первые выступления на публике первая любовь и первая смерть прекрасно звучащий роман еще одна новинка прошлого года адресованная подростком волшебная история написанная мамой четверых детей и бабушка и пятерых внуков пэм муньос райан эхо книга детская но серьезная в годы второй мировой войны таинственная губная гармоника со странной буквой в на боку попадает в руки трех подростков сначала германии потом сша и резко меняет ход их жизни не сразу и поймешь к лучшему меняет или к худшему эхо стала бестселлером нью-йорк таймс не в последнюю очередь благодаря музыке тонко вплетенные в ткань повествования от бетховена и брамса до сенаторы и песен к мюзиклу юг тихого океана даже вместо эпиграфов здесь песни новинка книга неожиданно ставшая самой обсуждаемой этой весной дом правительства масштабное документальное повествование историка словиста юрия слезкина рассказ о судьбах элиты ссср обитателях престижного жилищного комплекса из 11 корпусов напротив кремля известного как дом на набережной слезкин писал книгу 20 лет переработал гигабайты писем мемуаров и книг из частных биографий старых большевиков складывается цельный портрет русской революции и ее судьба рождение жизненный путь и естественное окончание при этом критики отмечают что дом правительства великолепная русская проза тугая и пластичная автор уже 36 лет живущий в сша сам переписал свой труд на русский язык идеолог эстетизма волтер хоррей шепатор считал любое искусство стремится к тому чтобы стать музыкой увидимся через неделю читайте книги и составляйте плейлисты к ним